Кассетные боеприпасы, которые предоставят Штаты, Украина будет использовать только для защиты своей территории. В Белом доме заявили, что тысячи этих боеприпасов направят в рамках следующего пакета военной помощи. США пришлют такую версию, в которой меньшее количество малых бомб не разрывается при ударе. С начала полномасштабного российского вторжения союзники передали Украине тысячи приборов ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы, а также танки, РСЗО, гаубицы и ракеты. Кроме того, обсуждается вопрос передачи истребителей и обучения пилотов. Более подробно о поддержке оружием Украины на протяжении всех пятисот дней войны далее в сюжете. Понимая неизбежность эскалации, союзники Украины стали предоставлять стране вооружение еще до начала полномасштабного вторжения России. В январе Великобритания начала передавать Украине противотанковое оружие. Также в Киев прибыла партия летального оружия от США. С самого начала предоставлялось оружие, которое мы могли бы отнести к оружию пехоты. Оно простое в обслуживании, не требует длительного обучения, кроме джавелинов, противотанковых ракетных комплексов, которые были уже знакомы нашим военным. Начали поступать НЛО-гранатометы, начали поступать ракетные комплексы «Стингер». Мы помним ту же Германию, которая ограничилась сначала касками и полевым госпиталем, и некоторые другие страны, которые не слишком спешили с оружием и ожидали, сможет ли Украина выстоять. После начала полномасштабного вторжения ситуация с поставками изменилась. Украина получила от западных партнеров военную помощь почти на полтора миллиарда долларов. Канада отправила в Украину самолет с оружием. В марте президент США Джо Байден подписал решение о предоставлении Киеву срочной военной помощи более чем на 13,5 миллиарда долларов. В то же время Евросоюз впервые в истории закупил боеприпасы и вооружение для Украины на сумму 300 миллионов евро. Когда вторжение началось и наша армия продержалась первые дни, тогда у партнеров возник вопрос, что надо уже давать что-то другое. Мне кажется, что первый шаг – это когда у Украины появилась тяжелая артиллерия. Американская, европейская – это был ключевой момент. В апреле стало известно, что Великобритания предоставит Украине бронетехнику, а США – зенитные комплексы. А в мае Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Мы поддерживаем Украину. Эти шаги затратные, но скрываться от агрессии еще дороже. Такая программа была в прошлый раз, во время Второй мировой войны. Сейчас Европа нуждается еще больше в нашей помощи. Джо Байден, президент США, сообщает «Голос Америки». 22 апреля 2022 года глава Пентагона Ллойд Остин пригласил представителей 40 государств-союзников встретиться в Германии, чтобы обсудить долгосрочные потребности Украины в сфере безопасности во время войны. Таких встреч с начала полномасштабного вторжения было уже 13. На каждой из них приняты важные решения по поставкам Украине вооружения. Сопротивление Украины принесло вдохновение в свободный мир и еще большую решительность в отношении НАТО. Президент России Владимир Путин никогда не представлял, что мир сплотится за Украину так быстро и уверенно. Ллойд Остин, министр обороны США, информирует Дойче Велле. Одним из переломных моментов в войне считается передача в июле Украине «Хаймарс». Я хочу поблагодарить США за решение предоставить системы «Хаймарс» и другое оружие, которое позволяет делать именно антитеррористические шаги и уменьшать российские удары их ракетами по нашим живым людям. Теперь ВСУ начали доставать противника дальше, чем на 100 километров. В августе 4-е артиллерийские установки «Зузана-2» Украине передала Словакия. Фактически в первые месяцы это было просто выбивание всей российской системы логистики войск. Американцы и наше командование вспоминали, как украинцы нетипично используют системы «Хаймарс», ведь она предназначена для точечных объектов. А мы тем временем уничтожали большие склады, штабы оперативного уровня. Врагу пришлось перестраивать систему обороны. В конце сентября США передали системы на САМС и объявили новый пакет военной помощи Украине на более чем миллиард долларов. Практически до конца года союзники обеспечивали Украину системами противовоздушной обороны. В частности, в октябре Германия передала ПВО «Айрист». Возобновление ракетных ударов по Киеву и многим другим городам акцентирует, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО. Сейчас мы оказываем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе с воздуха. Кристина Ламберт, министр обороны Германии, сообщает издание «Дершпигель». Испания предоставила Украине батареи зенитно-ракетного комплекса и четыре системы ПВО. Кроме того, Британия предоставляет Украине высокоточные ракеты. А в декабре стало известно, что Украина получит французскую систему ПВО «Мамбо». После рабочего визита в США президента Украины Владимира Зеленского штаты решили передать Украине ПВО «Патриот». То, что началось в осенний и зимний период, этот энергетический террор, возможно, было шоком для наших партнеров. Наши партнеры начали передавать современные и не очень, но западные системы ПВО. Это был такой переломный момент. Вместе с «Гепардами» нам предоставили «Айрис-Ти». Это самые современные средства ПВО, немецкие, которых еще не было даже на вооружении немецкой армии. А передача первых комплексов «Патриот» стала кульминацией этого процесса. В январе стало известно, что Польша передаст Украине танки «Леопард». А после и Германия на первом этапе предоставит Украине 14 «Леопард». А Британия поставит танки «Челленджер». В феврале Германия одобрила поставку 178 танков «Леопард» в Украине. Президент США Джо Байден также заявил, что Штаты намерены передать Украине танки «Абрамс». Около 200 бойцов СУ завершат обучение по управлению этими танками к концу лета. А сами танки могут быть в Украине уже осенью. «Леопарды-2», да, они понесли определенные потери. Но я могу процитировать слова одного из танкистов, экипаж которого уже пережил два «Леопарда». То есть «Леопарды» подбиты, эвакуированы, подлежат ремонту, но экипаж уцелел. В западных танках там значительно больше внимания уделяют вопросу выживания. И для нас это очень важно. Жизнь каждого нашего воина, она бесценна. Это не пушечное мясо, которое идет из России. В настоящее время работает авиационная коалиция для передачи Украине американских истребителей F-16. К ней присоединились Британия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, Бельгия, Франция и США как страна-производитель. Возглавляют ее Нидерланды и Дания, заявившие о намерении обучать украинских пилотов. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что учения украинцев начнутся в августе. А сами самолеты Украина сможет получить через шесть месяцев. Юлия Биль для телеканала Freedom. Во время саммита НАТО 11-12 июля будет принят так называемый многолетний пакет помощи для Украины. Он войдет в тройку главных решений по Украине во время этой встречи. Заявил генсек НАТО Йенс Толтенберг. Услышим. Во-первых, мы согласуем многолетнюю программу помощи для обеспечения полной оперативной совместимости между вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, мы улучшим наши политические связи, создав Совет Украина-НАТО. И в-третьих, я ожидаю, что лидеры союзников подтвердят, что Украина станет членом НАТО и объединятся в том, как приблизить Украину к своей цели. Румыния откроет учебный центр для пилотов-истребителей F-16. Он будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Об этом пишет Ройтер со ссылкой на Высший совет обороны Румынии. Когда и где именно откроют такой объект, не сообщается. Я напомню, что 25 мая во время встречи в формате Рамштейн страны Запада решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды. США тогда заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. К коалиции истребителей для Украины присоединились уже 8 стран Европы. Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция. В ближайшие недели Украина получит десятки танков «Леопард-1А5». Их в сотрудничестве с Данией поставят Германия. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью польскому изданию. Он отметил также, что для Германии осуществлять поставки оружия воюющему государству стало настоящим прорывом. На сегодняшний день Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине в сфере поставок техники, если речь идет о прямой финансовой помощи или той, что предоставляется в рамках ЕС. И является одной из стран, которая активно обучает украинские вооруженные силы. Впервые в нашей истории мы приняли стратегию национальной безопасности. Большинство общества поддерживает этот прорыв. В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков «Леопард-1А5», предоставленных Германией и Данией. Борис Писториус, министр обороны Германии. В интервью изданию «Жечь Посполита». Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщили в правительстве Олафа Шольца. В новый пакет помощи вошли мосты для мостаукладчика. Бивер, сам мостаукладчик, одна инженерная бронированная машина, три радиоглушителя, датчики и глушители для защиты от дронов, шесть тягачей и три полуприцепа. Это уже второй пакет военной помощи от Германии и Украины за две недели. В предыдущий вошли радар для ПВО и оборудование для разминирования. Чехия передаст Украине боевые вертолеты, боеприпасы, а также авиасимуляторы для обучения пилотов. Об этом на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Праге заявил премьер-министр Чехии Петер Фиала. И отметил также, что Чехия уже отправила Украине около 700 единиц тяжелой техники и более 4 миллионов боеприпасов разного калибра. Более того, также было озвучено очень много важных месседжей на общей пресс-конференции между президентами Украины и Чехии. Украина подписала со Словакии контракт на производство самоходных артиллерийских установок «Зузан-2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словакии Зузанной Чепутовой. Контракт рассчитан на производство 16 таких гаубиц ранее. Украина уже получила 8 единиц такой техники от Словакии. Отметим, что «Зузан-2» оснащена 155-мм пушкой, способной биться на расстоянии до 41 км. Она может производить до 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты. Президент Турции Реджеп Тайбердаган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Также Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, будет содействовать ее восстановлению и достижению справедливого мира. Также стороны выразили надежду на то, что соглашение по экспорту украинского зерна через Черное море, срок действия которого истекает 17 июля, будет продолжено. Несомненно, Украина достойна быть членом НАТО. Я хотел бы еще раз подчеркнуть то, что я всегда настойчиво отстаивал. Никто не проиграет при создании справедливого мира. С начала аннексии Крыма, вопреки международному праву, и по сей день мы заявляем на всех платформах о нашей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Сегодня мы сосредоточились прежде всего на том, как руководство Турции и ваше, господин президент лидерства, могут помочь восстановить мир и нормальный международный порядок, в котором сбалансированы интересы всех народов. Конечно, мы подробно обсудили ситуацию в нашем Черноморском регионе, в Европе в целом. Мы разделяем единое видение, что никто не имеет права навязывать нашим государствам и народам в Черноморском регионе что-либо, что не соответствует интересам наших государств и народов. Черное море должно быть пространством безопасности и сотрудничества, а не войны и любых кризисов или так называемых замороженных конфликтов, которые в любой момент могут возродиться и ударить по жизни и людям. Великобритания начнет подготовку украинских летчиков на западных истребителях в августе. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на младшего министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи. По его словам, подготовку пройдут до 20 украинских пилотов. Напомню также, что Великобритания стала первой страной, объявившая о намерениях провести обучение для украинских летчиков на западных истребителях. Речь идет и о базовых наземных учениях, после которых украинские военные будут готовы к более специализированной подготовке по управлению Ф-16. Это тем более подробно обсудим с экспертом «Дефенс-экспресс» Иван Киричевский. С нами на связи. Иван, здравствуйте, рады приветствовать. Здравствуйте, Иван. Доброе утро, рад взаимно. Ну что ж, касательно предоставления Ф-16, но в первую очередь обучении украинских летчиков. Скажите, пожалуйста, насколько усложняется процесс в целом, и почему так усложняется процесс и затягивается периодически с предоставлением так катастрофически необходимыми прямо сейчас самолетами? Ну, здесь стоит сказать, что процесс с самого начала выглядел сложным, и то, что нам сейчас кажется как усложнением, как раз есть попытками упростить процесс. Ну, потому что, судя по всему, когда некоторые страны и истребительные коалиции брали на себя те или иные обязательства по поводу подготовки наших летчиков, они только потом дали себе отчет о том, что у них на самом деле нет необходимых специалистов, которые могли бы обеспечить нам весь необходимый процесс. При этом речь же не просто о том, чтобы научить наших летчиков взлетать и садиться на Ф-16, но и воевать максимально эффективно так, чтобы, ну вот, именно с той эффективностью, которую показал этот истребитель. И здесь, как бы это сейчас парадоксально не прозвучало, но уже пошла речь о том, чтобы привлечь, скажем так, частных контракторов, которые работают с Пентагоном, прочими западными странами, в которых вообще-то есть опытные летчики, у которых там боевой опыт может исчисляться даже порядка 10 лет. Поэтому здесь как раз получается вот такой специфической ситуации, когда нам буквально в смысле Ф-16 были бы нужны как раз к началу контрнаступления, а по каким-то причинам политическое решение откладывалось. Плюс пока были политические переговоры, страны истребительной коалиции не сделали необходимых там до того, что их замеровать. Но с другой стороны, теперь приходится на ходу искать какие-то варианты, заместить эти все какие-то недостатки, искать дополнительные учебные самолеты, привлекать прочих стран, которые могли бы нам обеспечить учебные процессы, потому что, ну раз на то пошло, но Ф-16, Великая Британия, в принципе, не имеет опыта эксплуатации. Ф-16, и здесь, получается, сами британцам приходится учиться на ходу, как учить наших летчиков применять эти истребители. Но, с другой стороны, я думаю, что мы все можем здесь испытывать некий оптимизм в том, что все-таки наши западные союзники настроены в том, чтобы сделать все, чтобы у нас эти самолеты были как можно быстрее, тем более, что многое здесь зависело не от их какой-то доброй воли или организационных вопросов, а всего лишь от позиции Белого дома. Получается, что все какие-то там, как нам кажутся, задержки, они происходят чисто потому, что слишком поздно было дано политическое решение по этим самолетам. Да, тут, на самом деле, и становится понятным, что единственная заминка — это само решение, потому что, насколько известно, подготовка пилотов украинских, она происходит, будет происходить в более сжатые сроки, нежели изначально было заявлено по нормам, которые предполагаются для такого типа самолетов. Это, знаете, такие моменты, которые все-таки несколько дают надежду и которые дают ощущение, что все-таки что-то упрощается даже в таком сложном вопросе. А что же касается технического обеспечения, на ваш взгляд, все ли, ну, скажем так, улажено и все ли организовано, и есть ли вообще ресурсы организовать все должным образом для таких самолетов? Знаете, если продолжать даже на эту тему самолетам, я думаю, что здесь стоит исходить из чего-то, думаю, важного момента. После того, как российские оккупанты активизировали, согласно нашим официальным сообщениям, удары по аэродромной инфраструктуре и прочей инфраструктуре для нашей авиации, ну, никто в здравом уме не будет говорить о реальных темпах, в том числе разворачивания, там, обучения пилотам или сервисной подготовки, но потому что, чтобы не подставлять нашу инфраструктуру под удар и заодно не ставить под угрозу наших западных партнеров. Я эту оборудовку сделал вот для чего. С одной стороны, на самом деле, никакой проблемы организовать технический сервис для F16 нет, потому что за это дело берется его производитель Lockheed Martin. Эта компания официально заявила, что готова нам настроить всю инфраструктуру, ну, чтобы мы могли надежным образом эксплуатировать F16, тем более, что, оказывается, специалисты этой компании до полномасштабного уторжения были в Украине, они вынесли свой вердикт как производитель, что их самолет с наших аэродромов даже без модернизации может спокойно взлетать и садиться. То есть мы вполне можем в любых условиях F16 применять. Поэтому здесь вопрос даже стоит уже в том, что раз мы имеем дело с коммерческой компанией, которая может нам обустроить этот процесс, то реальные сроки, насколько быстро будет разворачиваться база, обучаться наши специалисты и прочие необходимые вещи, они будут происходить более быстрее, чем это будет заявляться официально. Но при этом какие-то заявления о том, что что-то задерживается, будут делаться намеренно, чисто потому, чтобы российские оккупанты не знали об истинных темпах подготовки. В идеале здесь должна была бы быть ситуация, что вот там есть политическое решение, через некоторое время эти самолеты появились в нашем небе, а в этом промежутке сплошной информационный вакуум. С другой стороны, информационный вакуум создать все равно не получится, поэтому будут звучать разные противоречащие заявления, которые будут нас застрадованы, а с прикрытием для ускорения всех необходимых процессов, чтобы F16 уже как можно скорее защищали наше небо. Иван, я думаю, что, знаете, главным, чем нужно руководствоваться, конкретно украинским зрителям, тем, что на самом деле мы знаем, что вооруженные силы Украины очень успешно и удачно, скажем так, учатся и используют поставки наших партнеров. Это, мне кажется, самое важное, что нужно знать, а по срокам действительно нам и не нужно это так оглашать, потому что мы информируем только так, чтобы не навредить ни в коем случае. Предлагаю поговорить о кассетных боеприпасах, потому что это тоже очень интересная тема, ведь ранее не поставляли их, потому что и даже казалось бы, что и речи быть не может, потому что предполагалось, что это уж слишком опасно, мол, можно целить туда, куда не стоила бы конкретно гражданская инфраструктура. Но для Украины это абсолютно не нужно, потому что это даже нелогично, получать такие дорогостоящие боеприпасы и тратить их абсолютно безрезультатно, потому что целить в гражданскую инфраструктуру, это же не принесет никакого успеха на поле боя. И, естественно, единственное, что нужно нам, это места сосредоточения техники российских оккупантов для того, чтобы защитить наши мирные города. Поэтому еще раз напомню нашим зрителям, что Украина условилась и подписала такое соглашение, что ни в коем случае не будет эти кассетные боеприпасы использовать против гражданской инфраструктуры, а только для того, чтобы защитить свои мирные города. И вот что касается кассетных боеприпасов, ведь на самом деле это такое, знаете, поле для такого шантажа со стороны России, и немного спекуляции, ведь мы знаем, как российская пропаганда и сама Россия может подстраивать некий случай и потом винить в этом Украину, мол, знаете, я, конечно же, не удивлюсь, если там случится так, что сами обстреляют свои города, потом будут обвинять в этом Украину. Можем ли мы каким-то образом предупредить подобные провокации и вообще стоит ли нам об этом заботиться, потому что на самом деле Украина все свои обязательства перед партнерами всегда исполняет? Ну, я не думаю, что прям стоит заботиться в плане каких-то внешнеполитических последствий, ну, потому что раз есть там обоговоренные условия, что Украина не просто там согласовывает из США места применения, где будут отстрелены эти кассетные боеприпасы, сами американские инструкторы, насколько это как бы истекает из заявления Пантуона, будут там каким-то средствам дистанционной связи объяснять, инструктировать, как правильно стреливать эти снаряды. Тем более, что кому, как ни американцам, лучше знать способ применения этих DPCM. И этот способ выглядит достаточно специфическим способом. Давайте начнем с того, что DPCM, эти вот кассетные боеприпасы, там даже не классическое зарывчатое наполнение, а кумулятивное наполнение, которое выбывает газ, специальный газ, который предназначен прожигать броню, ну, или вражескую пехоту. Условно говоря, это жарить противника, а не подрывать, ну, если сказать совсем по-простому. Соответственно, изображать что-то, что вот там якобы кто-то на американских кассетных боеприпасах подорвался, российские оккупанты не смогут, ну, потому что там нет классической взрывчатки. Более того, кассетные снаряды DPCM, но они внешне ничем не отличаются от обычных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Более того, когда там на финальной точке полета должны раскрываться эти так называемые кассеты, они вываливаются с задней части корпуса, падая как бы на противника. А болванка корпуса снаряда, ракет далее падает по своей траектории. Это, на самом деле, очень важное визуальное отличие, но потому что, когда российские оккупанты, например, применяли ракеты с кассетными снарядами по нашим городам, то там было четко видно, что боеголука с кассетами от российской ракеты она отделяется самостоятельно и падает как бы на парашюте. Мы тоже можем припомнить, что подобные ракеты с парашютами российские оккупанты применяли даже в марте 2022 года для обстрела некоторых пригородов Киева. То есть там можно будет вполне четко даже в целях развенчания российской пропаганды отличить, где были применены советские или российские боеприпасы, где были применены западные кассетные боеприпасы. Поэтому здесь не стоит о чем-то предметом волноваться. Кстати, если же пытаясь предугадать кривую логику российских пропагандистов, которые могут, например, заявить, что они якобы сбили ДПСИАМ, ну да, они любят говорить, что их комплекс ТОР настолько аналогов нетен, что может сбивать даже снаряды на поле боя. Да, вот они могут даже взять какую-то там отстреленную болванку от снаряда ДПСИАМ и показать, что они якобы что-то сбили. Но это тоже будет не та история, которой нам стоит заботиться в внешнеполитическом плане, потому что, наверное, даже сами уже американцы протагонии изучили даже лучше нас, какие там провокации, инсинуации может делать российская пропаганда в отношении западного оружия, применяемого вооруженными силами Украины. Вот позвольте тут вам добавить очень прекрасный пример, кстати, вспомнился недавний, касательно уничтожения склада с боеприпасами в Макеевке. МАДЯР, источник этого видео, я его должен озвучить, аэроразведка МАДЯРа, так называемая, они на протяжении нескольких суток фиксировали, как в здании в Макеевке завозили снаряды для реактивных систем залпового огня «Град», как завозили артиллерийские установки. И, кстати, в вечернее время суток завозили. Украинские силы, понятное дело, наносят удар. Все прекрасно видели детонацию мощнейшую в Макеевке по уничтожению боевых складов. И федеральный канал РИА Новости пишет, что... Все точно так же, как вы и сказали, как и манипулирует российская пропаганда, что вооруженные силы Украины якобы нанесли удар пожилому дому, вследствие чего там ранены, убиты столько-то людей, хотя на протяжении нескольких дней перед нанесением этого удара фиксировалось видео, как именно туда завозили сотни этих всех боеприпасов. К следующему вопросу, кстати... Давайте здесь, если в конкретном вопросе следует отметить, что россияне туда завозили заброшенный жилой комплекс. Более того, был объект, который можно было всеми способами разведки не дезинфицировать, что это не гражданская инфраструктура, а просто использованный военных целях объект. Да, вот это прекрасная такая, знаете, контрпропаганда. В продолжении следующей темы. Сейчас также идет речь о дальнобойных ракетах. Насколько я знаю, что касается Атакамс, пока что информации нет, но, в свою очередь, Шторм Шэдоу, которыми уже вооруженные силы Украины пользуются и довольно-таки эффективно, это отмечают международные эксперты, это такой себе аналог Атакамс. Правда, насколько я понимаю, с меньшей дальностью поражения. Расскажите тут непосредственно о, опять же, сложностях предоставления дальнобойных ракет. Ведь по факту, если, о чем Каролина говорила ранее, идет речь о предоставлении кассетных боеприпасов, и Украина дала письменную гарантию того, что не будет наносить удары этими боеприпасами по жилым районам, почему так нельзя по такой же схеме сделать и с Атакамс. Потому что, напомню нашим зрителям, одним из предостережений предоставления дальнобойных ракет было опасение, что Украина может быть по территории Российской Федерации. Ну, знаете, я здесь позволю себе высказать оптимистическое предположение, что следом после кассеты боеприпасов будут именно Атакамс, потому что буквально вчера, получается, на наших глазах, Белый дом и Пентагон сделали важный внешнепрактический поворот. Они, наконец, отказались от концепции, что может быть какое-то оружие, которое мы применим слишком опасным образом, и сформулировали пустую максимум. Если дать нам такое оружие, гражданское население Украины не пострадает. Если у нас такого оружия не будет, соответственно, гражданское население Украины как раз от россиян пострадает. Соответственно, какие-то Атакамсы и кассеты и сторяды, это были два одинаковых блоков, блокирующих вопросов. Если один блокирующий вопрос был снят, значит, судя по всему, скоро и с Атакамсами будет этот вопрос снят, и, возможно, нам даже дадут Атакамсы в тех модификациях, которые предусматривают кассетные ссоряжения. Что касается дальнобольных ракет, если не что там западных стран какие-то предусережения, в том плане, что мы там как-то ракеты будем неправильно использовать, здесь, скорее всего, вопрос в ограниченности боезапаса таких ракет, и, соответственно, готовности передавать технической. Ну, потому что Германия может говорить, что она не готова давать ракеты Тауру свои. Иван, вынуждены несколько вас перебить, потому что уже совсем скоро минута молчания во всей Украине, во всех средствах массовой информации, и, безусловно, не можем мы это пропустить. Иван Киричевский, эксперт Дефенс-экспресс, еще будем обсуждать эти темы и приглашать, конечно, на наш эфир.